Здравствуйте! Вы смотрите программу «Один совет» и с вами Мила Тарасевич. Сегодня мы расскажем вам о естественном макияже, благодаря которому можно только лишь подчеркнуть естественную природную красоту юной девушки. А называется такой мейкап «Макияж без макияжа». Оставайтесь с нами! Сегодня естественность во всем находится на пике популярности, причем это касается не только одежды и прически, но и макияжа. Однако не все девушки готовы выйти в свет, совершенно не используя косметику. Создать естественный и нежно красивый образ поможет макияж без макияжа. Как считают визажисты, самым сложным макияжем является как раз тот мейкап, который практически невозможно заметить на лице. Его цель – сделать лицо отдохнувшим, свежим и просто идеальным. Натуральный макияж имеет свою технику исполнения. Недостаточно просто подкрасить ресницы, нужно знать и помнить все этапы нанесения макияжа без макияжа. Соблюдая все рекомендации, вы сможете создать образ молодой, ухоженной и отдохнувшей девушки. Именно этому вопросу будет посвящен сегодняшний выпуск. Далеко не каждая девушка перед использованием косметики задумывается о том, как правильно подготовить лицо к ней. А ведь это очень важный шаг. От него зависит не только то, как мейк будет смотреться, но и здоровье вашей кожи. Подготовка лица к макияжу обычно не составляет большого труда. В домашних условиях ее очень легко сделать. Однако существуют нюансы, о которых необходимо знать. О них нам и расскажет стилист Светлана Безрукова. Всем здравствуйте. Сегодня у нас будет макияж без макияжа. У нас в студии модель, которую зовут Анастасия. Настя, привет. Сегодня на тебе я буду показывать непосредственно этот макияж. Ну и давай приступим. Настя, для того, чтобы наш макияж с тобой лег ровно, да, нам кожу нужно с тобой подготовить. Что мы для этого делаем? Так как ты находишься не дома, лицо протираем вентилярной водой. Протираем по массажным веням, не растягиваем. Далее вентилярную воду обязательно нужно смыть тоником. После тоника наносим свой дневной крем. Много наносить не нужно, для того, чтобы у нас не было лишнего жирного слоя. Можно даже нанести только на те зоны, которые у нас слегка шелушатся. И подождать буквально минуту, не больше. Следующий этап – это основа под тональный крем, так называемый базовый слой, который обеспечивает выравнивание тона и рельефа лица. Многие женщины не используют данное средство и довольствуются обычной ухаживающей косметикой. Однако все профессиональные косметологи и визажисты уверяют, что данный продукт поможет максимально замаскировать дефекты кожи и устранить неровности ее поверхностного слоя. Как правильно им пользоваться, расскажет наш стилист. Далее мы с тобой наносим базу под макияж. База – это фундамент нашего макияжа для того, чтобы и тон лег ровно, и продержался дольше. Базы бывают разные. То есть мы должны понимать, что мы хотим с лицом сделать. То ли это убрать жирный блеск с Т-зоны, то ли, если это проблема на коже, убрать красноту, то ли питать или увлажнить кожу. Это все как бы индивидуально, поэтому базы разные, и мы подбираем то, что нужно. Так как у тебя ровное лицо, да, ровный цвет, мы уберем только блеск. То есть мы берем матирующую базу для Т-зон и наносим ее только на Т-зону, никуда больше. Накладывать можно кисточкой, можно подушечками пальцев. Я советую, конечно, это делать подушечками пальцев, но так как ты чувствуешь и кожу, и как ложится непосредственно само средство, нежели это будет кисточка. То есть все, мы нанесли, лишний блеск мы убрали, можем приступать дальше. Макияж всегда будет выглядеть неаккуратным, без знаний, как правильно наносить тональный крем для красивого, ровного цвета кожи. Такие навыки необходимы каждой женщине, поскольку тональная основа призвана помочь нам замаскировать маленькие недостатки кожи. Как же правильно наносить тон и на что стоит обратить внимание при выборе тонального крема, вы сейчас и узнаете. Теперь мы приступим к нанесению тонального крема. Как мы с тобой его подбираем? Во-первых, самое главное, что ты должна знать, это как правильно подобрать цвет непосредственно твоему цвету лица. Берем тон, маленькую-маленькую горошинку и наносим тональное средство на шею. Если тон слился с цветом твоей шеи, значит, тон тебе подходит. То есть можно накладывать полностью на лицо. Если цвет не подходит темнее или светлее, продолжаем, значит, поиски. Тональные средства бывают разные. Они бывают густые, бывают более жидкие. Так как ты молодая, лицо у тебя ровное. Я тебе советую легкий тон, то есть флюид, чтобы не утяжелять. Наносить мы можем как кисточкой, так и подушечками пальцев. Я люблю наносить миксуя. То есть сначала нанесла кисточкой, а потом подушечками прихлопнула. То есть прибила. Так тон будет держаться намного дольше. Тон мы наносим на все лицо, кроме области под глазами. Тон еще можно наносить и спонжами. Спонжи могут быть сухие, либо влажные. Если спонж сухой, будет более плотное покрытие. Если спонж мокрый, будет легкое покрытие. Тут уже, как говорится, ты выбираешь сама. На вечер можно сделать тон поплотнее. В школу, либо при дневном. Лучше, конечно, полегче. Также тон мы наносим по массажным линиям, не растягивая кожу. Это обязательно. То есть кожу, в принципе, мы никогда не растягиваем. Мы относимся к ней бережно. Что при уходе, что при нанесении тональных средств, кремов. Не забываем про линию скулы, про шею, чтобы не было разницы в цвете. Где нужно, прошлись подушечками пальцев, припечатали. Самое главное, это хорошенько тон нанести. Сделать так, чтобы его не было практически видно. Все границы обязательно тушуем. Как можно лучше. То есть это у линии роста волос. Где скула. Плавно переходя в шею. И немножко можно зайти на ушко, чтобы у нас цвет уха не отличался от цвета лица. Нанесли, растушевали. Теперь у нас осталась зона под глазами. Синячки мы перекрываем консилером. У нас есть такие средства, как консилер и корректор. Корректор это более плотная текстура, консилер это более легкая текстура. По поводу того, как наносить. Можно кисточкой, можно подушечками пальцев. Смотрим наверх. Убираем все синячки. Обратите внимание на то, что я их убираю еще здесь в уголках. Максимально усталый вид нам дают синячки, которые находятся непосредственно в уголках глаз. Мы можем даже не делать такого большого акцента где-то здесь. Потому что в основном это просто проявляется венка какая-то. А сам синячок, он находится непосредственно в уголок. И вот заезжаю вот сюда. Нанесли. Подушечками пальцев. Растушевали. Полностью эту линию нам с вами не нужно делать, потому что там синячка нет. Консилером или корректором мы выбираем только те места, где есть непосредственно сам синячок. Кисточкой, где у нас есть тон, просто прошлись еще разочек. Либо пальчиками. Также консилером мы с вами можем убрать, если есть небольшие покраснения или дефекты, у крыльев носа. Также нанесли, растушевали и в уголках губ. Если мы видим, что есть какие-то еще малейшие недостатки, которые тон не перекрыл, этим же консилером мы можем перекрыть. Также нанесли непосредственно на то место, которое нам нужно замаскировать и обязательно растушевать. Макияж всегда должен выглядеть гармонично и быть завершенным. Именно поэтому без пудры просто не обойтись. Это средство помогает скрыть мелкие недостатки, убрать жирный блеск на коже, сделать ее более ровной и бархатистой. Часто неправильно нанесенная косметика придает лицу вид маски, а нерастушеванные границы делают его весьма непривлекательным. Чтобы избежать подобных неприятностей, пудру нужно наносить правильно. В этом вопросе внимание уделяется как самой пудре и ее видам, так и инструментам, которые пользуются при создании макияжа. Расскажем обо всем и по порядку. Теперь мы приступаем к тому, что будем фиксировать наш макияж для того, чтобы он никуда у нас не уполз. Фиксируем мы пудры. Пудры бывают разные. Прессованные, плотные, либо же рассыпчатые, легкие. Мы берем легкую пудру, так как, опять же повторюсь, у нас и макияж без макияжа, то есть ее не должно быть видно. Чем мы будем наносить? Есть много вариантов. Кисточки большие, поменьше, есть пуховки. Я люблю наносить кисточками, обращаю внимание, какого диаметра должна быть кисточка. Если лицо у нас широкое, большое, то кисть берем пошире. Если лицо у нас не настолько крупное, лучше взять поменьше. Берем пудру, обязательно стряхиваем. И остатками пудру мы накладываем прихлопывающими движениями, для того, чтобы не стянуть тон и для того, чтобы лучше зафиксировалось. Тональное средство. Также наносим на область под глазками, открываем, смотрим наверх. Взяли обязательно, стряхнули. И остаточками прошлись. Ну, то, что осталось, можно и пройтись по всему лицу. Самое главное, мы прорабатываем Т-зону. Скульптурирование, контурирование или моделирование лица – это, по сути, визуальная коррекция макияжа. И за счет того, что некоторые части высветляются, а другие затемняются, получается как бы игра света и тени на лице. Таким образом, лицо можно сделать худее, нос и другие части лица изящнее. К чему мы сейчас и приступим. Теперь мы приступаем к моделированию лица. Чем мы это будем делать? Можно брать пудру на том темнее твоего лица. Можно брать сухие корректоры. Посмотрев и оценив твой овал лица, я пришла к выводу, что нужно подчеркнуть скулы. Наносим под самой скулой. Как нам правильно понять, куда мы накладываем эту тень? То есть вот у нас есть скула, проводим, косточка. И под косточку у нас как бы есть такая впадинка. Вот непосредственно в эту впадинку мы накладываем тень. Сама по себе наша натуральная тень, она находится непосредственно здесь. Нанесли, растушевали немножко вверх, немножко вниз, чтобы опять же не было границы. В макияже самое главное – это растушевка. Что бы вы ни делали, не накладывали тон, тени, румяна, коррекцию делайте. Все нужно обязательно хорошенько растушевать. Также нанесем немножко на височную зону. Подчеркнем немножко тень на носике. Следующий этап – свежий легкий румянец, который преображает любую девушку, дарит ей цветущий и здоровый вид. Вот почему румяна обязательно должны быть в косметичке. Увы, многие девушки и женщины ими пренебрегают, считая, что эффект получится слишком искусственным. Проблема кроется в элементарном незнании правил использования такой косметики. Но как правильно наносить румяна, чтобы они преображали лицо, а не делали его похожим на кукольное? Теперь, сделав коррекцию, мы приступаем непосредственно к румянам. Румяна я советую для молодой кожи брать сухой консистенции. Они ложатся намного ровнее, смотрятся более живо. Подчеркивают нашу молодость, красоту и здоровье. Просим модели улыбнуться, либо сами улыбаемся. Улыбаемся. И наносим только на яблочки. Обязательно еще такой момент. Все, что мы бы не брали, будто это румяна, тени и так далее, мы взяли на кисть, стряхнули и остатками, улыбаемся, уже наносим. На яблочки. Вот это выступающая часть наших счетчиков. Хайлайтер – один из любимейших инструментов профессионалов, который дарит лицу удивительное сияние и прекрасный вид. Каждый уважающий себя косметический бренд имеет в своем арсенале подобные средства, которые часто называют иллюминайзерами. Для чего же он служит и как правильно его наносить? Советы от стилиста. Следующим этапом у нас идет хайлайтер. Наносим мы его от виска, заходя на скулы. Далее хайлайтер мы наносим на спинку носа. Прям буквально чуть-чуть. На галочку верхней губы для увеличения. Можно нанести под бровь, над бровью, для того, чтобы выделить нашу бровь. И на яблочко глаза. Для того, чтобы в дальнейшем наши тени ложились намного лучше. Ну и немножко на кончик подворотка. С хайлайтером главное не переборщить, потому что если его наложить очень много, то получится то, от чего, в принципе, мы убегаем – жирный блеск. Ну а сейчас мы приступаем к оформлению бровей. Красивые, четко очерченные брови – мечта любой уважающей себя женщины. Однако мало кого из представительниц прекрасного пола природа наградила идеальными бровями. Какой косметический продукт лучше всего выбрать для рисования бровей и как это сделать правильно – смотрим. Ну а сейчас мы приступаем к бровям. Чем мы будем их красить? Также для бровей очень много косметики. Это и тени, и помадки, и карандаши. Каждый выбирает, что ему больше нравится. Мне нравится работать непосредственно с тенями. Тени я беру двух оттенков – посветлее, потемнее, потеплее, похолоднее. Для того, чтобы вот именно угадать с тем подтоном, цветом, какие у тебя свои бровки. Чем будем наносить? Наносим мы скошенные кисточки. Скошенные кисточки, кстати, бывают абсолютно разные. Они бывают потолще, более пушистые и потоньше. Более такие гладкие, можно так сказать. Если бровка, в принципе, густая и мало пробелов, то берем кисточку, которая более пушистая. Если бровки у нас редкие, то я советую взять кисточку потоньше, для того, чтобы можно было непосредственно деликатно прокрасить те моменты, которые нам нужны. Мы набираем тени, снимаем основную часть и уже остатками рисуем. Всегда проще добавить, нежели убрать. Бровь у нас состоит из трех частей. Это головка, тело и хвостик. Самая светлая часть – это головка. То есть ее можно даже, в принципе, и не трогать. Начинаем с тела. Прорисовали. И остаточками потихонечку ушли сюда. Хвостик должен быть более интенсивный. Цвет брови не должен быть темнее цвета ваших волос. То есть на что вы обращаете внимание? Вы смотрите, какие у вас корни. И подбираете такой цвет, чтобы он был на тон светлее, либо тон в тон, но не темнее. И остаточками. Переходим сюда. Бровь у нас хорошая. Много теней не требует. Если очень пушистые бровки, можно пригладить гелем. Ну, здесь бровь у нас, они прям уже вот лепли, так как нам надо. Основа потени ее еще называют праймером. Это средство, которое используется для создания стойкого макияжа и предотвращения осыпания и скатывания теней через несколько часов после нанесения. Она усиливает яркость теней и помогает скрыть недостатки кожи век, например, покраснение или пигментацию. Пришло время познакомиться и с этим продуктом. Далее приступаем к глазам. Для того, чтобы тени держались у нас дольше, проявляли больше своего пигмента и не скатывались, мы с тобой будем наносить основу под тени. Она также бывает абсолютно разная, более компактная, более жидкая. Свойства у всех одни и те же, для того, чтобы тени не скатывались и держались как можно дольше. Ну и проявляли свой цвет. Наносить лучше подушечками пальцев, для того, чтобы и распределилось лучше, и от тепла своих пальчиков она тает. Наносим только на подвижное веко. Приступаем к теням. Используя разные техники нанесения этого продукта, можно визуально изменить форму глаз, сделать их больше, поднять веко и создать красивый разрез. О том, как правильно наносить тени на глаза, какие существуют различные вариации и способы макияжа глаз, все это мы постараемся раскрыть в нашем обзоре. Смотрим. Теперь непосредственно переходим к теням. Какие тени тебе подходят? Так как ты у нас девушка теплая, то есть у тебя теплый цвет глаз, карие, да? Русый волос, кожа сама по себе тоже у тебя с теплым подтоном, поэтому все тени у тебя будут теплых оттенков. То есть это может быть коричневый, персиковый, бежевый, что-то такое светлое. Но ни в коем случае не холодные оттенки. Для нашего макияжа нам потребуется всего лишь два цвета. Светлый и чуть потемнее. Светлый мы наносим на все наше подвижное веко. Наносим его пушистой кисточкой. Опять же, хорошо растушевывая. Светлый тон не должен быть белым. Он должен быть такого молочного цвета. Чисто белый цвет к нашему сегодняшнему макияжу, к сожалению, не подойдет. Для того, чтобы прокрасить уголки глаз, мы открываем глаза и смотрим, смотри, пожалуйста, вниз и налево. Так у нас раскрывается глазик, убираются складочки. И спокойненько мы можем здесь прокрасить. Теперь так же направо. Еще раз повторюсь, в макияже 90% успеха. Это растушевка. Далее. Более темными тенями мы прокрасим складочку под глазиком. Закрываем. Наносим непосредственно вот сюда. Нанесли в складку. И тушуем чуть-чуть наверх. На саму складку, на неподвижное веко, мы тени не наносим. Мы только туда растушевываем. Так как мы светлыми тенями нашу тень убрали, теперь мы ее обратно и восстанавливаем. Тушь для ресниц. Ее основные функции, как правильно подобрать продукт, учитывая особенности типа ресниц, способы нанесения для ежедневного макияжа. Обо всем этом прямо сейчас. Наш макияж подходит к завершению. Теперь мы прокрасим реснички тушью. По поводу туши. Что бы я хотела тебе посоветовать? В принципе, туши бывают разные. Ты должна понимать то, что ты хочешь сделать. Если у тебя реснички длинные, и ты хочешь объем, значит, мы выбираем тушь для объема. Если объем есть, но хочется длины, значит, удлиняющую. Если то и другое, ну, соответственно, да, два в одном. Как мы наносим тушь? Мы с тобой выбрали для объема, так как длина у тебя твоя шикарная. Смотрим вниз. Сначала мы прокрашиваем реснички сверху, для того, чтобы убрать тень, тени, которые осыпались на них. Далее мы красим. Смотрим вниз. Снизу. Поднимаем веко. Зигзагом прокрашиваем. Самое главное – хорошо прокрасить корни ресниц. Тушь мы набираем один раз. Сделать лучше вот так. И снять лишнее, чем туда-сюда, потому что попадает воздух, и тушь так быстрее засыхает. Смотрим вниз. Для светлых девушек я советую использовать не черную тушь, а темно-коричневую, чтобы смотрелось в нашем макияже без макияжа более натурально. Но так как у нашей модели Анастасия цвет своих волос позволяет использовать темную тушь, черную, мы прокрасим черной. Нижние реснички я не рекомендую прокрашивать, а просто сделать так же тенями. Берем не очень темные тени. Смотрим наверх. И рисуем такую свою тень. Это будет выглядеть и более натурально, и не так агрессивно, если мы прокрасим ресницы тушью. Ну и зачастую прокрашивать нижние ресницы тушью получается такая тень, которая дает как синячок от глаза. Поэтому этого делать я не советую. Ну а теперь мы приступаем к завершающему этапу в нашем макияже. Последний штрих блеск для губ. Как им пользоваться, чтобы подчеркнуть красоту губ и создать интересные визуальные эффекты. Слушаем советы от Светланы и внимательно следим за работой стилиста. И завершающий наш этап это блеск для губ. Непосредственно в этом макияже я рекомендую блеск, потому что я знаю, что многие девушки пользуются помадами или карандашами. Блеск выглядит на губах более нежно, более естественно, чем карандаш. Также он придает больше объема. В принципе, блеск это такое универсальное средство, в котором можно много чего сделать. Если такой розык, можно нанести в качестве румян. Если вы пользуетесь помадами и карандашами, то блеск можно нанести на центр верхней губы и на центр нижней губы. И так у вас увеличатся ваши губки. Вот наш макияж завершен. Хочу обратить внимание на то, что мы только подчеркнули природную красоту нашей модели. Надеюсь, что мои советы окажутся для вас полезными. Ну и до скорых встреч! Ну вот, пожалуй, и все. Сегодня вы получили основные советы по подготовке лица к макияжу, подбору продукции и их нанесению. Узнали, как сделать так, чтобы любой косметический продукт держался на вашем лице как можно дольше. Остается только лишь следовать этим простым правилам, которые помогут подчеркнуть вашу природную красоту без утяжеления. Такой макияж без макияжа всегда придаст свежий и здоровый вид вашей кожи. Вы смотрели программу «Один совет». Надеюсь, этот выпуск стал для вас полезным. Мы встретимся с вами уже через две недели и я вновь раскрою немало секретов. Ну а пока я с вами прощаюсь и желаю всего самого доброго. До новых встреч на канале ОТВ. ДОНИЕ